А сегодня пятница, и я уверена, что очень многие отправятся сегодня на какие-нибудь музыкальные мероприятия, а может быть даже фестивали. И об одном из них, который пройдет в перспективе, мы уже готовы поговорить с нашей гостьей, которая сидит и ждет нас в студии. А в гостях у нас сегодня Куценко Елена, заместитель директора Крымского медиа-центра. И расскажет она нам сегодня о фестивале «Солнечный остров», который уже стал доброй традицией для Крыма, для Евпатории. И он уже в скором времени наступит. Сейчас все подробности и узнаем. Доброе утро, Елена Евгеньевна. Действительно, фестиваль знаковый, он будет масштабный, и, если я не ошибаюсь, я даже как-то расосвещала его. Расскажите, пожалуйста, чем в этом году мы будем удивлять тех, кто примет в нем участие, и вообще, что мы будем показывать? Ну, удивлять будем, наверное, количеством замечательных актеров, которые приедут к нам замечательными фильмами, которые мы собрали в конкурсную программу, творческими встречами, которых будет очень много. И в этом году мы даже планируем делать встречу не только в Евпатории, но и в Симферополе с нашими гостями, чтобы никто не был обижен. Ну и, наверное, вот будет очень интересный круглый стол, который мы планируем провести и поговорить о том, каким должно быть кино для детей. Поскольку у нас в этом году представлены почти все студии представителями, режиссерами, продюсерами и даже главными героями, детьми детских фильмов. Поэтому есть о чем поговорить. Фестиваль очень, правда, он не зря называется «Солнечным островом», потому что он очень теплый. Я помню, как артисты, которые приезжали, они действительно с детьми общались, вот как будто каждый со своим ребенком. А каких артистов в этом году мы ждем? Ну, как всегда, у фестиваля есть традиция, определенный костяк такой, да? И в этом году мы и ждем, опять же, на фестивале Наталью Добижу, и Михаила Алдашина, и Павла Коплевича, и Григория Гладкова. Это уже такие добрые наши хорошие друзья. Но, кроме этого, приедут еще прекрасные актеры, и Анатолий Журавлев, и Лариса Шахворостова, и Иншаков Александр Иванович, которого тоже мы всегда в Крыму с радостью встречаем. И в первый раз у нас будет Валерия Яременко, очень известный российский актер, очень интересный. Но это гости. У нас детское жюри, а возглавлять координаторы, значит, в жюри полнометражных художественных фильмах будут супруги Никоненко. С Сергеем Петровичем мы уже давно знакомы, это наш хороший друг, он бывает на многих фестивалях. А вот его жену мы в первый раз будем видеть здесь на фестивале, очень рады, что она к нам тоже приедет. А анимационный блок будет курировать главный художник студии «Татар-мультфильм» Сергей Кеатров. Ну вот. Да, вот такой список обширный. Действительно, прям звездный состав. И, как обычно, я в прошлом году работал на этом мероприятии, должен сказать об этом, потому что действительно очень понравилось. И хотел бы узнать, тематика не изменилась, все эти фильмы, все эти ленты, они именно о детстве, о детях? Да, да. Ну, уже само название семейного, детского и семейного кино. Поэтому, естественно, что в программу мы и собирали фильмы для детей, для подростков. Фильмы, которые можно смотреть вместе с родителями, с бабушками и дедушками. Потому что, на самом деле, это очень важно. И таких фестивалей, я хочу сказать, в России практически нет. Поэтому мы очень рады, что у нас такой фестиваль в Крыму. Он проходит не один день, да? Да. Мы открываемся 31 августа и закрываемся 5 сентября. Вот, 4 полных дня можно будет смотреть кино, можно будет встречаться с замечательными актерами, участвовать в мастер-классах. У нас будет мастер-класс по уличной анимации, у нас будет мастер-класс по актерскому мастерству. Так что, ну и творческие встречи. Да, я забыла совсем сказать, что к нам приедет Ирина Муравьева. А в этом году у нее юбилей, и поэтому всех евпаторийцев, гостей ожидает творческий вечер народной артистки России Ирины Муравьевой в Театре Пушкина. 1 сентября мы приглашаем гостей. Вот, как бы вы советовали бы гостям, жителям полуострова, которые приедут на фестиваль, с чего бы начать? Куда пойти, чтобы прочувствовать всю эту тонкую атмосферу? Ну, наверное, с открытия, потому что она будет проходить на площади. И вот мы, как правило, в прошлом году считали, считали и пришли к выводу, что порядка 7 тысяч людей смогли посмотреть программу открытия. Потому что мы не только на сцене можно было смотреть, но стояли экраны по всему периметру. То есть люди, которые даже находились далековато от центра событий. И в парке, в сквере Ленина тоже стояли экраны. То есть можно было сидеть на лавочке возле фонтана и смотреть, что происходит на сцене. И вот, наверное, мы, как всегда, придумываем что-нибудь такое сказочное, такое очень красивое. Не буду открывать секрет, но это будет и в очередной раз тоже будет такая атмосфера сказки и счастья детского. Вот. И дальше вот это дает старт такой фестивалю, заряжает радостью, скажем так, детством. Ну, а дальше фильмы, мультфильмы. Я уверена, что каждый год фестиваль будет собирать все большее количество участников и гостей, потому что это одно из самых теплых мероприятий, такого масштабного формата, который происходит на полуострове. Совсем большое, что пришли к нам. У нас в гостях была Елена Куценко, заместитель директора Крымский киномедиа-центр. Ну, а еще я уверена, что очень много видеороликов, как раз-таки связанных и с фестивалем, и с другими мероприятиями, которые проходят и в Эппатории, и в других регионах нашего полуострова, они, конечно, их можно будет увидеть в интернете. Ну, а сейчас хочется показать тот сегмент крымских новостей, которые самые актуальные в интернете за последнюю неделю. Продолжение следует...